Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белочева. Сутки после атаки на Брюссель. Чем Европа и мир ответят терроризму? Береженного госдеп бережет. Американцев предупредили о географии возможных терактов. Надежда вернуть надежду. Есть ли шанс обменять украинскую летчицу? День я без тебя как-то выдержу. Сколько времени президент дал фракциям на выбор кандидатуры премьера? Завязший в янтаре. Кто из чиновников в погонах погорел на незаконном янтарном промысле? Сутки прошли после серии кровавых терактов в бельгийской столице. В результате взрывов, я напомню, погиб 31 человек и 260 были ранены. Эти цифры могут расти. Террористы, которые виновны в трагедии, опознаны. Кто они, кого смогли задержать и кто все еще остается в бегах? Подробнее расскажет София Гордиенко. Она сейчас в Брюсселе. Звуки музыки больше, чем слова. На площадь биржи в старой части города сходятся все, кого трагедия не оставила равнодушными. Несут цветы и свечи. Пешеходная зона исписана признаниями в любви Брюсселю. Есть и на арабском. Здесь написано, что умный человек с головой и сердцем такого бы не сделал. Сегодня в полдень и площадь, и страна замерли. Виновников трагедии опознали и уже нет сомнений. Брюссельские теракты напрямую связаны с парижскими. На снимке из аэропорта братья Эль-Бакруи, Ибрагим и Халид. Неделю назад они вместе с Салахом Эбдесламом скрывались в районе Фаре. Ибрагима вычислили по отпечаткам пальцев. Он взорвал себя в аэропорту. Халид вместе с товарищем в Белой Панаме, вот они втроем на фото, которое вчера облетело все информагентства, помог довести взрывчатку до стойки регистрации и направился в метро. Там он привел в действие свой взрывной механизм. Квартиру, где террористы мастерили чемоданы смерти, вычислили благодаря таксисту, который вез их в аэропорт. Водитель такси обратился в полицию и сообщил адрес, откуда забирал этих людей. Позднее, во время обыска в районе Скарбек, обнаружили 15 килограммов взрывчатки, 150 литров ацетона и сумку с гвоздями и шурупами. Наджим Лашуи, третий террорист, в очках и Панаме, в бегах. Утренняя новость о его задержании оказалась уткой. По предварительной информации, Лашуи занимался взрывчаткой. Ранения в аэропорту и метро врачи квалифицируют теперь как военные. Металлические частицы, гвозди и шурупы просто изрешители людей. Пациенты с переломами, ожогами и очень глубокими ранами от попадания металлических предметов. Врачи трех клиник более суток на ногах, в состоянии 20 пациентов, крайне тяжелые. Появились имена первых опознанных жертв. 36-летняя Адальма, мать близнецов, она из Перу, собиралась открыть в Брюсселе ресторан. Погибла в аэропорту. Леопольд Хект, студент, находился в метро. Весь мир сейчас скорбит с Брюсселем. И символом этой скорби стала песня 1974 года, которую распространяют сейчас пользователи интернета. Кстати, Брюссель во французском женского рода. София Гордиенко, Василий Трешковский. Подробности, телеканал Интер, Брюссель. Сегодня в 7 утра срочно эвакуировали аэропорт французской Тулузы. Людей, находившихся в терминалах по громкой связи, попросили немедленно покинуть здание. Пассажиров, провожающих и персонал аэровокзала вывели на стоянку такси. Только через полтора часа выяснилось, что тревога ложная. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме, но многие рейсы были задержаны. Что послужило причиной эвакуации? Власти не разглашают, но журналисты предполагают, что в здании терминала обнаружили подозрительный багаж. Из-за странного свертка сегодня также эвакуировали аэропорты Атланты в США, но и в этот раз опасения не подтвердились. Подозрения на теракт возникли и в аэропорту Денвера. Его работа тоже частично была приостановлена. Европа уязвима. Террористы могут попасть в любую ее точку без особых проблем. Политики должны быть честными и признать, что никто не может чувствовать себя в безопасности. Такие мнения звучат после вчерашних взрывов в самом сердце Европы. О том, как там намерены защищаться, и о настроениях в обществе наш САПКОР Оксана Кундеренко. Наряду с поддержкой и сочувствием Европа предпринимает конкретные действия. Во-первых, активно сотрудничают между собой иностранные спецслужбы. Во-вторых, усилен пограничный контроль. И главное, страны повышают уровень опасности. Хотя это произошло не на территории нашей страны, вероятность угрозы здесь, в Британии, очень высока. А это значит, будет больше патрулей на улицах, больше проверок, больше камер наблюдения и более пристальное внимание к подозрительным личностям. И все эти меры прежде всего уже заметили те, кто путешествует. В аэропортах и на вокзалах полицейские кордоны, собаки, металлоискатели. Если мы хотим предотвратить возможность для потенциальных террористов пересекать границы Европейского Союза через наши аэропорты, мы должны не только отслеживать их передвижения, но и предугадывать их намерения. 14 крупных терактов произошли в Европе только за последний год. Десятки спецслужбы предотвратили. Не мудрено, что главы государств призывают к подписанию пакта о всей европейской безопасности. Такую инициативу выдвинули в Италии. В сердце Рима, в Ватикане не побоялись провести массовый молебен, но меры предосторожности были максимальные. Мои молитвы и мысли сейчас с бельгийским народом, семьями жертв и ранеными. Я призываю всех верующих объединиться и выступить против жестокости, которая несет только смерть и ужас. Все говорят об одном. Проблема терроризма общая. В Британии собрали экстренное заседание комитета Кобра. На Даунинг-стрит, над Белым домом США, над Бундестагом в Германии приспустили флаги. Ангела Меркель надела черное, а в Испании члены парламента почтили память жертв минутой молчания. Мировые достопримечательности в эти дни подсвечивают в цветах бельгийского флага. Выражать таким образом солидарность с европейцами, пострадавшими в результате терактов, уже стало печальной традицией. И многих тревожит вопрос, какой город и в какой стране следующий. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. И о новых возможных терактах предупредил американский госдеп. Вашингтон убежден, что в ближайшее время террористические группировки планируют нападение по всей Европе. Гражданам США напомнили, что в Бельгии сохраняется четвертый, наивысший уровень террористической угрозы. Американцев просят быть бдительными в ЕС, избегать мест массового скопления людей. Советуют следить за новостями, быть готовыми к тщательным проверкам и досмотрам в целях безопасности. А также всегда оставаться на связи с родственниками. Сегодня стало известно, что от взрывов в Брюсселе пострадали как минимум 10 граждан США. Среди них сотрудники американского посольства, поскольку здание ДИП-представительства расположено недалеко от станции метро, где прогремел взрыв. Информации о погибших нет, но о нескольких американцах до сих пор ничего не известно. И прямо сейчас с нами на прямой связи из Брюсселя моя коллега София Гордиенко. София, здравствуй. Известны ли детали задержания? Есть ли информация о беглом террористе? Да, детали задержания все больше и больше. Известно, что таксист, который подвозил террористов вчера утром в 7 часов утра к аэропорту, он вообще удивился, почему эти люди не дают ему возможности помочь им с чемоданами. Чемоданы были большие, их было настолько много, что они не поместились даже все в машину. И, собственно, как только он узнал о взрывах в аэропорту, он тут же позвонил полиции, тут же рассказал об адресе в пригороде Брюсселя, Скарбеке, откуда он забирал своих клиентов. И в этой истории, конечно же, самое странное, это то, что братья Эльба Куаи не просто разыскивались, неделю печатали их фотографии во всех журналах, после того, как они были обнаружены, их ДНК, их следы в квартире вместе с Салахом Абдусламом. А вообще то, почему они на свободе? Дело в том, что один из братьев, это Брагим, в 2010 году, вы можете только представить себе, он был задержан за то, что он стрелял из автомата Калашникова по полицейским во время ограбления. Так вот, этот человек должен был, по идее, сидеть в тюрьме еще года 2-3, но почему-то он вышел на волю, видать, и посчитали его не опасным. И что касается беглеца, которого все никак не могут найти, это человек в белой панаме и в очках, вы его видели на фотографиях, это вообще какой-то ценный кадр для террористов, потому что его ДНК было найдено на поясах смертников Парижа, его зовут Наджим Лашраи, и известно, что он был в Сирии, и, возможно, там как раз он обучился взрывному делу и этому мастерству. Именно, возможно, поэтому он и не взорвал себя, он не стал смертником, так что, предположительно, теракты еще могут быть, по крайней мере, люди, которые могут мастерить ужасную взрывчатку, начиненную гвоздями и шурупами, они еще есть, и они ходят по улицам. София, в каком ритме сейчас живет город, и насколько ты думаешь, он быстро сможет вернуться к обычной жизни? – Коллега, вы видели кадры из центра города, и там все довольно мирно, люди собираются, они приходят туда, и там все действительно окей. Но вот сейчас я здесь, нахожусь в европейском квартале, вы можете увидеть за моей спиной буквально полицейская машина, кордоны, все до сих пор перекрыто, до сих пор перекрыты места, где есть доступ к станциям метро, где произвучали взрывы. Кстати, метро сегодня ходило, но не все люди работали, и с 7 часов вечера полностью остановили уже метрополитен, поезда ходят 5-й через 10-й, до сих пор людям тяжело куда-то добираться, и поэтому большинство школьников сегодня не пошли в школы. Брюссель – прекрасный город, если он и живет на четверть, то я в этом сомневаюсь, и когда он действительно вернется к прежнему ритму, об этом очень рано судить. Спасибо, София. София Гордиенко была с нами на прямой связи из Брюсселя. Надежда Савченко запретила своим адвокатам подавать апелляцию и прошение о помиловании. Об этом она написала в письме своим защитникам. До момента вступления в силу объявленного вчера приговора, три дня уйдет на перевод текста на украинский, потом еще в течение 10 дней защита могла бы обжаловать этот вердикт. Адвокаты Савченко не теряют оптимизма в вопросе ее освобождения. Илья Новиков убежден, что максимум через 20 дней Надежда вернется в Украину. Он сегодня проведал украинскую летчицу в СИЗО и рассказал нам, что выглядит она бодрой и даже не думает о том, что может провести за решеткой 22 года. На этой неделе в Москве будут на переговорах госсекретаря Кэрри и министра страны Германии Штайнмайер. И возможно, что действительно по итогам этих переговоров мы увидим, что достигнуто какое-то решение, с которым Надежда будет освобождена и рождена. Если политическая договоренность будет достигнута, если будет сказано «да», то способ, поверьте, найдется. И надежда очень быстро. Вопрос освобождения Савченко – это одна из основных тем на встрече главных дипломатов Германии и США с российским руководством. О чем еще будут говорить и чего хотят добиться Штайнмайер и Кэрри от Москвы, расскажет Татьяна Лагунова. Приземлился в Москве на повестке дня «Сирия и Восточная Украина». Так в Твиттере сразу после прилета в Россию главный дипломат Германии Франк Вальтер Штайнмайер проанонсировал свой визит. Программа менялась на ходу, кроме переговоров с коллегой Лавровым и премьером Медведевым. В графике Штайнмайера неожиданно появилась еще одна встреча с президентом Путиным. Реализация минских договоренностей и прекращение огня в Сирии – это запланированная тема переговоров Штайнмайера с российским руководством. Но официальный Берлин не скрывал, есть еще одна – освобождение Надежды Савченко. И этот вопрос Штайнмайер поднимет во время всех московских встреч. На одной из пресс-конференций журналисты прямо спросили Штайнмайера, приехал ли он как посредник, чтобы уговорить Москву освободить украинскую летчицу. Ответ был дипломатичным. На данный момент я не могу говорить о посредничестве. Мы приняли к сведению, что приговор оглашен. И я надеюсь на гуманитарное решение этого дела. Слова главного дипломата Германии дополнил российский коллега Лавров. Мол, в Москве услышали предложение Киева обменять Надежду Савченко. Решение примут в соответствии с российским законодательством. И лично президент. Франк Вальтер Штайнмайер – не единственный переговорщик от Запада. Сегодня после обеда в Москве приземлился самолет госсекретаря США Джона Керри. Он прилетел с такой же повесткой Донбасс-Савченко-Сирия. Сначала Керри встретится со Штайнмайером во время ужина, чтобы узнать у немецкого дипломата, как прошел его сегодняшний день. Потом встречи с Лавровым и Путиным. Госсекретарь США обсудит выполнение минских договоренностей и планирует услышать позицию Кремля по выборам на Донбассе. А также передаст Вашингтон, ждет немедленного освобождения надежды Савченко. В этом президента Украины Петра Порошенко заверил вице-президент США Джозеф Байден. Накануне между политиками состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили приговор Савченко. Остается ждать, что ответит Кремль. Татьяна Угнова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В ответ на вынесение приговора Савченко ГПУ возбудило уголовные дела против троих судей и троих прокуроров Генпрокуратуры России. Об этом рассказал прокурор ГПУ Владислав Куценко. По его словам, они причастны к незаконному приговору Надежды Савченко. Сейчас ГПУ готовят международные поручения, чтобы вручить сообщение о подозрении. В ведомстве предполагают, что российская сторона откажет украинской. А это даст возможность обратиться в Интерпол и в итоге заочно вынести приговор. Как и по Захарченку, как и по Януковичу, как и по другим особам, мы все-таки подамо такие документы, что Интерпол прийме решение про расшук этих осіб. После того, как процедура заочного засуджения подойдет до конца, если они еще у нас не появляются в то время, их расшук не завершится, они будут уже расшукуваться для отбывания покарания. То есть это может быть через 5-10 лет. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко смогла попасть на встречу в Минск. Въезд нардепу на свою территорию запретила Россия, когда Геращенко ехала на оглашение приговора Савченко. Я напомню, что Беларусь и Россия имеют общую миграционную базу данных. Сегодня в Минске состоялась очередная встреча представителей так называемых ЛНР и ДНР. Там обсудили вопрос безопасности во время проведения выборов на Донбассе. Говорили и об обмене пленными. Украинская сторона обвинила боевиков в сокрытии настоящего числа заложников на оккупированных территориях. По мнению представителей Украины, обмен пленными должен стать главной темой и нормандского формата. Гуманитарная проблематика должна стать первочередным вопросом в нормандском формате. Иначе мы видим, что доля простых людей, а это и Надя Савченко, и все бренды, которые получаются в Российской Федерации, и все бренды, которые получаются на оккупированных территориях, стоят просто, знаете, заручниками этой страшной ситуации. Президент Украины готов обменять Надежду Савченко, но просит дождаться вступления в силу решения российского суда. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Харьков. И там же обозначил дедлайн, когда должна быть согласована кандидатура нового премьера и новый состав правительства. Обо всем подробнее Лидия Калинина. Сфотографироваться с президентом сегодня удалось будущим полицейским, которые вскоре начнут патрулировать города в зоне АТО. В Харьковском университете МВД Петр Порошенко дал напутствие курсантам, и рассказал, в чем отличие полиции от милиции. Также президент вручил новым владельцам, бойцам 92-й бригады, сертификаты на 16 БТРов. Машины с немецкими двигателями оборудованы по всем стандартам НАТО. Но чтобы показать, на что способна, техника Порошенко предложили прокатиться в БТРе. Во время короткого общения с прессой президент заявил, готов обменять Надежду Савченко. Но прежде чем начать переговоры, хочет дождаться вступления в силу решения суда. Мне кажется, что это должно быть в первых числах квитня. И мы не должны гаять ни одного дня. Как только это происходит, Надя негайно должна быть вернута домой. Я думаю, что это символично. Сегодня вы видите этот прапор. Также президент говорил о новом премьере. Заявил, ждет от коалиции кандидатуру уже на этой неделе. Обещает поставить свою подпись сразу же. Я поддерживаю любую кандидатуру премьер-министра, которую внесет мне в коалицию. Работа коалиции была сруйнована. В выходом трех фракций из парламентской коалиции. Было дано достаточно времени. Мне кажется, больше трех тижнений. А уже больше месяцев. Для того, чтобы попробовать повернуть эти фракции в коалицию. Або сформировать новую коалицию. Моя принциповая позиция. Мы не имеем права дальше ждать. Кроме этого, Петр Порошенко подчеркнул, новое правительство должно быть сформировано 29 марта. А уже на следующий день, 30 числа, анонсировал свой визит в США. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности только на Линтер. Харьков. Ну а пока премьеряда буксует. Ожидалось, что имя вероятного преемника и Цунька озвучат сегодня главы фракции к коалиции. Но запланированная встреча так и не состоялась. Не на камеру. Депутаты говорят, что кандидатура будущего главы Кабмина все еще не согласована. Обсуждение нового состава правительства и переформатирование коалиции будет на повестке завтрашнего совещания фракции групп Верховной Рады со спикером. В подвешенном состоянии пока и съезд БПП, где также должны обсудить имя будущего премьера. По словам нардепов президентской фракции, они соберутся в пятницу или в субботу. Обсуждение нового Кабмина прокомментировала и Юлия Тимошенко. Лидер Батькивщины считает, что кандидатуру премьеры должны определить БПП и Народный фронт. После этого ее фракция озвучит свои требования к кандидату и примет решение, поддержать его или нет. Практически, я так думаю, что ведется дискуссия между двумя людьми, между президентом и премьер-министром. Я не хотела бы заниматься сейчас никакими публичными авантюрами, до которых нас штовхают. Спочатку мусять визначитися две наибольшие фракции. Фракция Блоку Петра Порошенко и Народный фронт, которые и складывают, насправдя, правлячую коалицию. Чтобы они визначилися, кто наступный премьер-министр, мы хотим увидеть поименно склад всех министров будущего уряда. И после этого мы только будем принимать решение. Ну а самопомощь со своей кандидатурой на премьерское кресло, похоже, определилась. Вице-спикер парламента Оксана Сыроид заявила, что фракция поддерживает Наталью Ересько. Напомню, министр финансов накануне написал на своей странице в Фейсбук о том, что она согласна возглавить правительство. Правда, голосовать за новый состав Кабмина самопомощь готова с тремя оговорками. Настаивают на изменениях избирательного закона, состава ЦИК и назначении нового генерального прокурора. Президент Петр Порошенко сегодня впервые обозначил четкие даты, когда должна быть названа кандидатура нового премьера и сформировано новое правительство. Мы спросили у политологов, как долго просуществует это новое правительство, сформированное фракциями, которые до сих пор не могут согласовать кандидатуру. И чем можно объяснить этот президентский дедлайн? Здесь несколько проблем. И падение рейтинга БПП, и все-таки обязательства, которые президент брал над себя перед европейскими партнерами до конца этого месяца урегулировать кризис. Президент пытается перенести ответственность за новое правительство на парламент или за отсутствие нового правительства. Новое правительство, так же, как и возможная новая коалиция, не просуществует долго. Максимум до одного года. Потому что ключевые проблемы, ключевые вызовы для этого правительства, это падающие рейтинги и негативные общественные мнения в отношении власти, и конфликт внутри коалиции, кризис доверия между нынешними партиями коалиции, они никуда не денутся. Даже после нового правительства и после новой коалиции. Поэтому повторение ситуации Яценюка нам гарантировано. Падение рейтинга БПП, оно может отразиться на перспективе парламентских выборов. Это станет еще менее привлекательным вариантом. Но куда более значимые экономические и финансовые вопросы. Именно эти вопросы заставляют торопиться. Как минимум у этого правительства будет кардмландж до осени. А осенью, насколько, все будет зависеть от очень многих факторов. Если будет продолжено сотрудничество с МВФ, если Украина получит кредитование, то это позволит несколько улучшить материальное, социальное положение у украинцев. До осени у этого правительства есть время. А дальше, ну, собственно говоря, я остаюсь на позиции того, что перспектива досрочных выборов, она просто может отодвинуться по времени, до весны 2017 года. Но, скорее всего, Украине их не избежать. Спешка президента вызвана одним. Президент 29 числа улетает в Соединенные Штаты. Очевидно, что в Вашингтоне ему необходимо будет отчитаться о том, что в Украине все спокойно, в Украине стоит на правильном пути развития и так далее. Поэтому ему необходимо уже ехать с конкретным достижением. Кризис ликвидирован. Украине необходимо где-то найти минимум 2,5 миллиарда до конца лета, фактически, для того, чтобы справиться с социальными, хотя бы вывести на какой-то более-менее ощутимый уровень социальные проблемы. Плюс ко всему, необходимо будет что-то решать с тарифами. То есть Украине, украинскому правительству необходимо будет пропетлять между гневом собственного народа и давлением, которое испытывается со стороны Международного валютного фонда. Если это удастся, то правительству удастся и сохраниться. Если нет, то, соответственно, под давлением социальных протестов правительство будет вынуждено уйти в отставку. Думаю, до осени. Осень будет... Министр по осени считает. То есть будем говорить так, что осень станет экзаменом для нового правительства. Лешик Бальцирович, польский реформатор, который отказался возглавить украинское правительство, согласился на другую должность в администрации президента. Он станет координатором по реформам Международного консультативного совета. Об этом Петр Порошенко сегодня сообщил на своей странице в Фейсбук после первого заседания органа, которое состоялось на выходных. Президент добавил, координировать направление безопасности в Совете будет бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По словам Порошенко, первое заседание стало обнадеживающим началом этой инициативы. И если предыдущая власть Польши остается союзником Украины, то отношения с действующей оставляют желать лучшего. Так считает польский журналист Павел Бабалович, напомню, на смену либералам партии «Гражданская платформа» пришли консерваторы партии «Право и справедливость». В своей статье для издания «Газета Польска» журналист отметил, что назначение Сикорского и Бальцировича советниками Порошенко вызвало серьезное неприятие у нынешнего руководства Польши. Расставить приоритеты в отношениях стран должна встреча президентов, которую планируют провести уже этой весной. Не обошел тему премьериады на заседании Кабмина и действующий премьер Арсений Яценюк. Он назвал происходящее политическим кризисом. Что предложил, узнаем от Ирины Романовой. Рассказы о достижениях Кабмина уже еженедельная традиция. Промышленное производство с начала этого года выросло почти на 8%. Сходу похвастал премьер. Это говорит признак макроэкономической стабилизации, которая невозможна без реформ. А реформам нужна политическая стабильность. Но коллеги по коалиции, пожаловался Яценюк, считают иначе. Я сподіваюся, что в найкоротші терміни політична криза буде вирішена. І очікую на подачі рішення як парламентської коалиції, так і в першу чергу найбільшої фракції блоку Петра Порошенка і персонального президента. Бюджетними і фискальними достижениями похвастал і министр фінансів. После вчерашнього заявлення о готовності занять премьерське кресло, теперь уже конкурент Яценюка. У разі продовження та дотримання у майбутньому такої фискальної консолідації та ощадного ставлення до коштів платників податків, це дозволить нам зміншити бороведне вантаження, а це в свою чергу допоможе зміншити темпи інфляції та тиск на валютний ринок. Есть, оказалось, успіхи в образовательной сфере, точнее финансирование ПТУ. Им, наконец-то, перевели деньги з бюджета. А вот МИД разработав дополнення к санкціонному списку Савченко, в котором уже більше четырех десятков граждан России, причастних к похищению літчицей. Після відповідного схвалення цей проєкт распорядження піде на подальше опрацювання і затворювання до Ради національної безпеки і оборони України відповідно до закону про санкції. Напоследок прем'єр переберег главний сюрприз от Кабміна. После многочисленних жалоб людей правительство все-таки решило пересмотреть нормы потребления газа пищочком. Я пропоную сегодня приняте відповідне рішення установити норматив не шість кубічних метрів, як зараз виставляють облгази, а поставити норматив, який обрахований Министерством енергетики і НКРЕ, це 4,4 кубічних метра. Це постановлення, заверив прем'єр, буде немедленно подписано і опубліковано, а переплаченні за газденьги облгази должны вернуть потребителям. Ірина Романова, Сергій Коваль, подробності, телеканал «Интро». Денег от Кабмина сегодня требовали і чернобыльці. Болі 700 чоловік прийшли на улицу Грушевського, заблокировали движение транспорта. Чернобыльці хотят, щоб Кабмін вернув їм соціальні выплаты, льготы і пенсії, які урезали в два раза. В правительственному зданні в це время проходило заседання Кабмина. Нас все обмінили, нас все забрали, нам не потєбок не дають. Нічого ми не допоміемо сьогодні, ми тут нічого не будемо допоміти. Найти роботу в Україні становиться все сложнее, количество претендентів на вакансію зашкаливає. «Почему сложилась такая ситуація і почему безробітные неохотно соглашаются на то, що їм предлагають?» Расскажуть мої колеги. С начала нынешнього року в Україні побиті все рекорды по безроботице. В некоторых регіонах конкурс на вакансію 180 человек на місто. А на начало марта работодателі подали в центри занятости на 10% меньше заявок, чем в марте прошлого року. Почти во всех областях сокращають штат сотрудников. Тільки в январі компанії уволили більше 300 тисяч роботників. Работати в офісі хотят дуже багато. Таку роботу знаходять всього для 10%. Їх спеціальностей як юрист, економіст, бухгалтер, менеджер. В сьогодні країні потрібні робочі руки. Хуже всього в Луганській, Харківській, Полтавській, Сумській і Тернопільській областях, а також Запорож'я і Дніпропетровське. Єлена ходить в центр занятости як на роботу. Після інститута 25 років проработала інженером в крупной організації, а потім попала под сокращення. Дальше была частная фірма і снова увольнення. Єлена іщить вакансії, але перспективи найти роботу по спеціальності нет. Візде в отрасли сокращення. Даже якщо буде небільшого зарплата, то мене це в принципі устроить. В Запорож'якому областному центру занятості, говорят, около 80 крупних предприятий собираються увольнять людей. І їх буде сложно, трудоустроить. Тільки в прошлом году количество занятого населения в області сократилось на 30 тисяч человек. У нас на 1 января 2016 року нагрузка на одну вакансию составляла 185 человек. Эта цифра побила все рекорды. На сегодняшний день мы ситуацию как бы немножко стабилизировали. А в Днепропетровске на Южмаше людей не сокращают. Их вынуждают увольняться. Работникам месяцами не платят зарплату. В придачу целые цеха перевели на однодневный режим. У завода нет заказов. В итоге люди получают 500 гривен в месяц. Такую ситуацию в местном профсоюзе называют тихой безработицей. Задолженность по зарплате, зарплата в 400-500 гривен. По сути, это можно назвать уже безработной, но мы просто где-то еще числимся. В госслужбе занятости говорят, сегодня тот, кто хочет найти работу, скорее всего, будет вынужден переквалифицироваться. Это, к слову, можно сделать бесплатно через центры занятости. А еще, несмотря на безработицу, в Украине нужны швеи, кузнецы, слесари, сварщики, сантехники, электрики, столяры, продавцы, врачи и инженеры. Эксперты уверены, эти специальности будут актуальны в ближайшие пять лет. Но желающих немного. Зарплаты очень низкие. Татьяна Авинникова, Наталья Грищенко, Сергей Бордюжа и Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Коррупционная янтарная крыша начинает сыпаться. Очередной скандал в Ривненской области. Там задержали подполковника СБУ и сотрудника погранслужбы. Кто еще из правоохранителей увяз в янтаре? Узнаем от Инны Белецкой. Так моет янтарь сели Кухотская воля. Видео снимали автомайданцы. А эту запись сделали пограничники. Вот как наносят вред природе возле самой границы, где даже ходить без паспорта нельзя. Но в день съемки на работу вышли далеко не все старатели. Перед этим он перетелефоновал всем особам, которые занимались с ним незаконным выводом бурштину, и попередил, что будет летать соответствующий летак. Вот этот заинтересованный пограничник. Парню 24 года, начальник отдела погранслужбы. Его телефоны сотрудники прокуратуры нашли в печке. Видимо, лейтенант пытался сжечь компрометирующие улики. Чтобы доказать, что он контролирует незаконную добычу янтаря, нанятые люди просчитались немеченными купюрами. Такие же нашли у подполковника СБУ, который, как оказалось, курировал целый район. Было задокументовано подполковника Службы безопасности Украины, а также руководителя одного из певничных застав Державной прикордонной службы Украины, которые получили деньги за крышу незаконного добывания бурштину. Обоих задержали, провели обыски у связанных с ними копателей, нашли янтарь в цехах по переработке. А вот еще одна история. В субботу в СБУ сухо проинформировали начальник райполиции, крышует незаконную добычу янтаря и угрожает подчиненным, чтобы не мешали старателям. Чем-то тут все делается для того, чтобы это осталось в тайне, чтобы была возможность каким-то образом залагодить эту ситуацию. А людям, сотрудникам полиции, которые согласились дать свидетельство, я не выключаю, что им может загрожить даже небезпеку. К нам попала запись телефонного разговора между начальником райотдела Игорем Харитоновым и его подчиненным. Разговор был на прошлой неделе. Сразу после него на место незаконной добычи камня, где находились полицейские, приехал их начальник Харитонов. Переговорил с людьми на камуфлированном джипе, забрал подчиненных и уехал. Через минут 20-30 завелася первая мото-помпа. Завелася первая мото-помпа. Инши мото-помпы завелися через минут 15-20. Что-то они не могли завести их. Мне очень интересно. Я думаю, фактически я вам скажу, что я перемещался с места на место, потому что лисо постоянно живло. Люди начали вылазить, откуда, куда они хотят. Прокомментировал ситуацию сегодня и глава СБУ. Там смешалось вкупу действительно все. Это правда. И криминалитет. Мы знаем, кто работает с криминалитетом. Мы видим крышевание с боку правоохоронцев. Это вопрос. Нужно решить в первую очередь на законодательном уровне. Нужно принять закон про старательскую деятельность. В области делом о крышевании полицейскими добычей янтаря занимается прокуратура. Нам сообщили, что после заявления СБУ начальник края дела сбежал на больничный. И еще один момент. Игорь Харитонов не прошел аттестацию. Почему же он до сих пор работает начальником края дела и отдает приказы? На этот вопрос ответа пока нет. Ждем. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Служба безопасности задержала одного из сообщников Беглова Януковича. Это Андрей Бабыкин. Он находился в общегосударственном розыске. Пресс-служба СБУ сообщает, что по данным следствия Бабыкин причастен к завладению землями сухолучья. И он также занимал руководящую должность в компании Киев Универсал Сервис, которая обслуживала Межигорье за счет нелегальных средств. Сейчас задержанный находится в Генеральной прокуратуре. Задержанный руководитель гражданского корпуса Азов Крым Станислав Краснов готовил серию терактов в Киеве. Об этом сегодня заявил глава СБУ Василий Грицак. В телефоне азовцы нашли запись разговора якобы с куратором из российского ГРУ Константином Голоскоковым, сделанную во время встречи с ним в Минске в феврале этого года. Грицак утверждает, что на записи Краснов рассказывает о планах взорвать здание главка СБУ в Киеве и о том, куда лучше подогнать заминированный грузовик. Также взрывы планировали возле Верховной Рады, администрации президента и кабинета министров. Подлинность этого разговора сам Краснов подтвердил на полиграфе, отметил глава СБУ. И вот часть записи этого разговора. На Бесснежье, как Минспорт воспитывает спартанский характер юных лыжников и куда делись бюджетные деньги, выделенные на протезирование бойцов АТО за рубежом. Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Дело бриллиантовых взяточников сегодня снова рассматривал Голосевский райсот столицы. Подозреваемых трое. Прокуроры Корнея Ц. Шапакин и гражданский Валерий Гибаленко. Напомню, прошлым летом при обыске в офисах и домах правоохранители нашли около полумиллиона долларов бриллианты и ценные бумаги. Как проходило это заседание и признают ли подсудимые свою вину? Подробнее Анна Каменева. Это уже третье заседание, по сути, в деле так называемых бриллиантовых прокуроров. Слушание началось с ходатайства адвоката Корнеца. Требует в материалы дела включить свой список свидетелей. Таких 61. Суд ходатайства отклонил, как и три последующих, по причине преждевременности. После чего адвокат Федосин и вовсе потребовал запретить прессе записывать звук во время съемки, чтобы не услышались свидетели. Но позже сам свое же прошение и отозвал. И вот перешли к сути. По настоянию защиты обвинение около часа зачитывало весь обвинительный акт. По данным следствия, уже бывший прокурор Александр Корнеец за взятку в 200 тысяч долларов пообещал руководителю одной из фирм помочь с закрытием дела о незаконной добыче песка. Посредниками при переговорах и передаче денег были прокурор Владимир Шапакин и гражданский Валерий Гибаленко. В итоге эти деньги во время обыска нашли в сейфе в офисе Гибаленко. Но ни один из обвиняемых вину не признает. И не 50 тысяч, и не 100 тысяч мне не передавал никто. Вы знаете? Нет. Полный обществ. Полный обществ. Понятно. Однако дальше дело суд не рассматривал. Из-за отсутствия в материалах доказательств прокуратуры. Поэтому обязал обвинение на следующее заседание принести все документы. Судьи желали посмотреть материалы все, которые у нас есть. 28 томов в материале в криминальном управлении. Слушание дела продолжится 4 апреля. Анна Каменева, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. Нет больных, нет программы. Почему Минсоцполитики сэкономила на протезировании бойцов АТО за границей? И куда пошли выделенные 150 миллионов? Выясняла Елена Митясова. Новую руку Александру полгода назад сделали в итальянской клинике по госпрограмме помощи бойцам АТО. Протез бионический последнего поколения с датчиками, программным обеспечением, блютузом и, главное, рабочими пятью пальцами. В Украине отсутствуют подобные такие протезы. Есть немецкий АТОБОК, но это же, опять же, разные фирмы. Ну, я решил попробовать в Италии. Там, в принципе, протез такого поколения. Тем более на пять пальцев получить. Самое приятное, потому что там на три пальца, там еще. Предплечье Александр потерял в бою под Дебальцевым. Поначалу признается, даже думал, жизнь окончена. Но спустя полгода привык, научился держать сумку, чашку и даже водить скутер. Такой протез госбюджету обошелся миллион гривен. Вместе с Сашей протезирование за границей прошли еще 10 бойцов. Если взять усредненно, государство потратило 11 миллионов гривен. Но на самом деле нуждающихся в такой помощи военных было 150 человек. И средств в бюджете предусмотрели достаточно, говорит нардеп Дмитрий Добродомов. В 2015 году было выделено 150 миллионов в бюджете на протезирование бойцов, на протезирование тех, которые оплачиваются за кордоном. Из них было выкрасовано всего-навсего 17 миллионов, а решта 122 миллиона. Чем-то были скерованы на другие потребы для детей-инвалидов, а также для обеспечения житлом семей загибших участников АТО. Хотя для этого в уряде действует другая программа. Это уголовное дело. Куда пошли деньги, почему их не использовали по назначению, теперь разберется следствие. Но в министерстве соцполитики состава преступления не видят. Говорят, средства использовали по назначению. Кошты, которые направились на закордонное протезирование и были перенаправлены, они были перенаправлены на протезирование в Украине. То есть 88 миллионов были направлены на обеспечение протезно-ортопедическим производством в Украине. А вот в госслужбе по делам ветеранов и участников АТО, которая собственно организовывает процесс протезирования военных, нас заверили. Всех нуждающихся бойцов в заграничном лечении до единого обслужили в прошлом году. И очереди сейчас нет. В том году мы сделали, организовали протезирование всем участникам антитеррористической операции, кто был готов к такому протезированию. Кто выписывался в госпиталя, что зажило у него культя. То есть очереди у нас нет. В этом году на протезирование бойцов за границей, как и в прошлом, предусмотрели в бюджете 150 миллионов гривен. Разрешение на лечение в иностранной клинике бойцу дадут в случае, если необходимой технологии нет в Украине. Минсоцполитики уверяют, в Украине протезируют не хуже все комплектующие иностранного производства. К тому же в случае поломки есть кому произвести ремонт. Александр на свой протестный жалуется. Альянцы дали ему гарантию 8 лет и обещают в скором времени открыть сервисный центр в Киеве. Елена Митясова, Летневедомские подробности, телеканал Интер. В зоне АТО один погибший и 9 раненых. Такие потери понесли украинские военные, минувшую ночью под Авдеевкой. Боевики атаковали украинские позиции, расположенные на окраинах города. Сложная ситуация также в районе Майорска и Зайцева. Неподалеку от оккупированного Дебальцева активизировались вражеские диверсанты. Все подробности узнаем у Ирины Баглай. Такими хвостовиками засеяна была вся позиция. Приехали наблюдатели УБСЕ и забрали как доказательство обстрела. За 15 минут 12 выстрелов. У Баглайса чаще приезжают. У них приезжают, нас не стреляют. Свои минометы боевики здесь даже не прячут от глаз военных. Стоят васильки, которые обстреливают практически каждый день. Позиции меняются. Подвозят боеприпасы наемники на гражданских тентованных машинах. За день бывает до трех рейсов. И хотя армейцы знают, что там не ГУМ-помощь, открывать огонь запрещено. Ну видно, что тяжело, что завозы такие конкретные. На чем? Ну, вот это вот как по телевизору показывают гуманитарки, заходят машины с России. Вот это уже самое. С прицепами. Боевики уверены, армия стрелять не будет. А вот сами открывают огонь даже по хозяйственным авто. За тем варком, да, нашу бочку к Туром обстреляли. Водоводку. Беспокоящие обстрелы из автоматических гранатометов. Давят на то, чтобы мы привыкли. И за счет эффекта привыкания сделать внезапную атаку. Зайти в тыл и совершить диверсию. Тактика наемников на дебальцевском направлении. Находят промежуток между позициями военных, разворачиваются и стреляют по селам. А ночью из Дебальцево в сторону Донецка передвигают колонны техники. Танки бойцы ни с чем не спутают. Ирина Баглай, Сергей Дубинин, Николай Терещенко из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Лыжня на опилках. Очередной ноу-хау от министра молодежи и спорта Игоря Жданова. Помните, 14 марта в Закарпатии горнолыжники соревновались на траве вместо снега. И вот новый скандал. На этот раз в Прикарпатии. Юные спортсмены закаляли суровый олимпийский характер, прыгая с трамплина в опилке. Подробнее Ольга Паломарюк. Комплекс Черемош на окраине Верховины. В это воскресенье здесь провели всеукраинские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина среди детей и молодежи. Организаторы обещали яркое зрелище и снежные горы. Но зрители были, мягко говоря, разочарованы. Мало участников, мало поддержки. Если братья спортсменов, участников, это энтузиазм, то это по 100 баллов на все 100. А все остальное просто ноль. Прошу это говорить. Вместо снега опилки на спусках искусственное покрытие. 40-летний пластиковый ковер на трамплине изношен. Спортсмены говорят, в таких условиях не то что соревноваться, просто кататься опасно. Так как зимой, то так не видно сильно ставлять специальные штучки. А так видно, что щитки старые и просто тяжко. Они поподнимались. Конечно, прикро. Хотелось бы лучше, когда ты едешь и видишь, как за границей. Отсутствие снега это еще не все. Мастер спорта по прыжкам с трамплина Андрей Калинчук показывает, в каких условиях готовились юные лыжники. Вот у нас такая минимальная радиалочка была в неделю. Мы сместировали височки, лавочку, чтобы радиации. Чтобы хоть как-то согреться, топили старенькую буржуйку. Ни душевых кабин, ни санузлов. Идя ТАСС, спрашиваю, чтобы знищить спорт. Как она будет через короткую часть, даже тяжко сказать, будет скороченье, скороченье тренеревики, працюйки. То есть, агитей очень много. А вот организаторы областной олимпийский комитет считают, что условия в Верховине хорошие. Говорят, главное, что кубок состоялся. Турнир проводится уже в 20-й раз. Поэтому он запланованный тут. Был бы снег, конечно, было бы на снегу соревнования. Нет снега, у нас есть штучное покрытие. Поэтому мы абсолютно умовы проведемые, знаете, достаточно хорошие. До каких пор в Министерстве спорта будут игнорировать требования спортсменов и подстилать опилки вместо снега узнать не удалось. Комментировать очередной скандал министр Игорь Жданов и его подчиненные отказались. Видимо, готовятся к следующим соревнованиям. Быть может, совсем скоро нас удивят, к примеру, плаванием на траве. Ольга Поломарюк, Жанна Дучак, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Блондинки или брюнетки? Чем американские ученые заставили помериться девушек? И какой жест продемонстрировал Барак Обама на встрече с Раулем Кастера на Кубе? Об этом и не только в нашем обзоре. Неловкий момент запечатлели видеокамеры после пресс-конференции Обамы и Кастро. Во время рукопожатия американский президент попытался похлопать кубинского лидера по плечу. Но тот перехватил руку гостя и поднял ее вверх. Очевидно, ожидая, что Обама покажет сжатый кулак, символ левых сил и кубинской революции. Президент США не поддался, его запястье безвольно повисло в воздухе, из-за чего жест получился довольно странным. Опоздал на 50 лет в университетскую библиотеку в США. Вернули книгу, одолженную почти полвека назад. Студент-первокурсник Джеймс Филлипс взял почитать историю крестовых походов еще в 67-м году. Вскоре покинул университет и ушел на службу в морскую пехоту. Книга затерялась в родительском доме и нашли ее только сейчас. Штраф за просроченный возврат составил 350 долларов, но библиотека от него любезно отказалась. Крах стереотипов. Американские ученые опровергли миф о тупости блондинок. В результате исследования коэффициент интеллекта у светловолосых девушек оказался выше, чем у брюнеток, шатенок и рыжих. Средний IQ блондинок составил 103,2. У брюнеток самый плохой показатель – 100,5. Разница не очень большая и ученые не утверждают, что у блондинок есть интеллектуальное превосходство над остальными. Но они точно не глупее других. Принца-чаровашка зажигает в Непале. Наследник британского престола Гарри поучаствовал в фестивале красок. Он с удовольствием дал измазать себя специальным красным порошком. К восторгу учеников местной школы. Те испачкали ему лицо и рубашку. В порыве веселья принц и сам раскрасил нескольких участников фестиваля. Собачий гардероб стоимостью 42 тысячи долларов. Британка Джозефина Картер тратит на модные вещи для Чихуахо больше, чем на одежду для себя. Шляпы, бусы, сумочки и браслеты. У домашней любимицы по кличке Квинни есть даже собственные средства для передвижения. Ее регулярно вводят на массаж и косметические процедуры. Как из мухи сделать слона, отлично знает мексиканский фотограф Феликс Эрнандес. Он создает эпические картины с супермасштабными сюжетами с помощью мини-деталей. Вход пускает всю силу своего воображения. Реалистичного эффекта мастер достигает с помощью сподручных материалов. Использует детские игрушки и килограммы муки. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэй и до встречи завтра в 8 вечера. Редактор субтитров А.Семкин